Всем привет! Девчонки, я очень рада вас всех видеть. Я Елена Косачева, ароматерапевт и школа Мамина Счастье. Приветствую вас на нашем YouTube-канале. Я являюсь врачом-биохимиком, кандидатом медицинских наук. Более 20 лет занимаюсь ароматерапией и темой ароматерапии у беременных. Работаю с акушерами. И сегодня мы поговорим об использовании эфирных масел во время беременности. В интернете ходит очень много страшилок по поводу использования эфирных масел во время беременности. Что есть очень много противопоказаний и есть много очень побочных эффектов. Но поверьте мне, никакое эфирное масло не сравнится с любым фармацевтическим препаратом, где гораздо больше побочных эффектов и противопоказаний. Настоящие эфирные масла, я имею ввиду масла 100% натуральные, окажут только благотворное действие на будущую маму и на малыша. Итак, чем же могут помочь эфирные масла нам во время беременности? Ну, самое первое, самое главное, самое важное. Они прекрасно работают со всеми проблемами в психоэмоциональной сфере. Очень быстро снимают стрессы, резкие перепады настроения, плаксивость, усталость, депрессию, слабость, головокружение. Здесь на самом деле вам нужно подобрать эфирное масло, то, которое подойдет именно вам. И здесь очень важно выбрать масло вашим носом по принципу одобрения аромата. Это главный принцип ароматерапии. То есть вы должны выбрать масло, которое вам нравится по запаху. Именно это масло будет помогать вам в вашей проблеме или предотвращать ее. Например, у меня была клиентка, у которой был выражен очень сильно выраженный токсикоз. Одним из действенных масел при токсикозе является масло мяты перечной. Достаточно просто холодных ингаляций, то есть поднести флакончик к носу, несколько раз вдохнуть, либо можно сделать точный массаж этим маслом. И это масло очень хорошо снимает тошноту, рвоты, слабость, головную боль, все симптомы токсикоза. Но моей клиентке это масло, например, не подошло. Так же не подошло и масло лимона, которое является, скажем так, вторым по эффективности в решении этой проблемы. И при индивидуальной консультации ей подошло масло имбиря. То есть это масло, масло имбиря, тоже прекрасно снимает симптомы токсикоза. Итак, как же выбрать правильно эфирное масло? Хочу вам еще раз заметить, что во время беременности, родов и также для ухода за детьми нужно использовать только высококачественные 100% натуральные эфирные масла терапевтического качества. Только эти масла можно использовать абсолютно безопасно и уверенно во время беременности и родов. И здесь, к сожалению, не смогут подойти дешевые масла, распространенные, ну часто встречающиеся в аптеках, которые стоят, как правило, там не больше 100-200, может быть 300 рублей. К сожалению, никогда масло розы, жасмина или ланг-каланга, до той же лаванды, не может стоить так дешево. Поскольку масло розы, например, получают из лепестков розы. И для получения одной капли масла эфирного розы нужно переработать несколько сотен килограммов этих лепестков. И еще один момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Очень хорошо работают смеси эфирных масел, где правильно подобранное эфирное масло выступает синергичным взаимодействием с другими эфирными маслами. И такая смесь работает намного сильнее, чем отдельно взятые масла. И стоимость смеси эфирных масел будет намного в разы дешевле, чем если бы вы покупали каждое эфирное масло отдельно. Но во время беременности и родов, какие смеси эфирных масел я, например, порекомендую? Ну, конечно же, смесь эфирных масел мягкие роды. Вот эта смесь идет и подходит она и во время подготовки к беременности, и в течение всей беременности. Используется в родах, а также в послеродовой период. Сюда входят в эту смесь такие дорогостоящие эфирные масла, как, например, иланг-иланг, жасмин, нироли, та же самая качественная лаванда, апельсин, шалфей. То есть, если покупать все эфирные масла в отдельности, то стоимость общей корзины у вас выйдет в несколько тысяч. Стоимость же смеси эфирных масел получается в несколько раз дешевле. И работать она будет намного лучше и намного сильнее, чем отдельно выбранное эфирное масло. Или, например, очень популярна смесь во время беременности от стресса, которая успокаивает, расслабляет, снимает стресс, нервное напряжение, переутомление. Оно помогает мягко справиться со всеми негативными эмоциональными состояниями во время беременности. А еще, конечно же, во время беременности очень часто дает сбой наша иммунная система. Чаще всего женщина, например, тоже испытывает легкое недомогание, либо симптомы простуды. И опять же, смесь эфирных масел от простуды будет работать более эффективно, чем, например, отдельно выбранные масла эвкалипты, пихты или чайного дерева. И еще раз хочу отметить, что самый главный принцип ароматерапии – это принцип одобрения аромата. И все ароматы, все эфирные масла беременная женщина должна выбирать только по этому принципу. То есть, когда вы открываете флакон с любым эфирным маслом, подносите его к своему носу, то у вас срабатывает самая первая реакция. Масло вам может нравиться, может абсолютно не нравиться, и реакция может быть нейтральной. Так вот, всегда выбирайте только те масла, которые вам нравятся по аромату. Точно так же выбирайте смеси эфирных масел. Либо, можно сказать, индивидуальную смесь эфирных масел под вашу проблему. Итак, при подборе эфирного масла необходимо руководствоваться предпочтениями беременной женщины. Только то масло, которое вам нравится, окажет именно нужный эффект, действенный эффект. Также следует отметить, что достаточно одной ароматитетерапевтической процедуры в день. Например, вы можете сделать одну маску в течение дня с эфирными маслами, либо сделать массаж с эфирными маслами, либо сделать, например, ингаляцию с эфирными маслами. Единственное, что можно делать ежедневно, это ароматизировать помещение эфирными маслами. Для этого используются, раньше использовались аромалампы, куда наливается водичка, как вы знаете, ставится свеча, зажигается и капается эфирное масло. Сейчас более современный вариант, это, конечно же, аромодиффузоры, либо увлажнители воздуха, куда вы также можете добавить эфирное масло, например, с целью очищения помещения от вирусов и грибков. Если вы не уверены в качестве эфирного масла, то еще желательно сделать тест на переносимость эфирного масла. Вы можете сначала познакомиться с ним ингаляционно, то есть подышать эфирным маслом, взять каплю эфирного масла, например, мяты, лимона или лаванды на кончике пальцев, сделать точный массаж и понаблюдать за своей реакцией. Если вы почувствовали какое-то недомогание, тошноту, головную боль, резкое раздражение, то, скорее всего, эфирное масло не должного качества, и оно вам не подходит. Лучше его не использовать. И еще можно сделать кожный тест на переносимость. Для этого каплю эфирного масла вы разводите в нескольких миллилитрах жирного баясьного масла и наносите его на локтевой изгиб. И смотрите реакцию кожи через 5-10 минут. Если у вас появилось раздражение, высыпание, зуд, краснота, то, опять же, это говорит о том, что эфирное масло некачественное и оно вам не подходит. Использовать его ни в коем случае нельзя. Еще один немаловажный факт. Во время беременности происходит нагрузка на выделительную систему у женщины. Эфирные масла по своей природе это очень мощные детоксиканты. Поэтому при использовании эфирных масел, пожалуйста, не забывайте пить достаточное количество воды, чтобы избежать лишней нагрузки на почки и на всю выделительную систему. И еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что лучше всего использовать уже отработанные терапевтические смеси с эфирными маслами для наилучшего эффекта во время беременности. По опросу слушательниц школы «Мягкие роды» второй по значимости проблеме во время беременности является тяжесть, отечность, боль в ногах. Также очень часто к этому присоединяются и развивающийся варикоз. Вот при этой проблеме тоже прекрасно работают и помогают эфирные масла. Здесь очень много способов применения эфирных масел. Можно, например, делать ванночки с эфирными маслами, такими как лимон, герань, кипарис. Можно сделать масло от усталости и тяжести в ногах с этими же маслами. Если вы добавите, допустим, на 2 столовые ложки базисного масла миндального, если вы добавите по 2-3 капли кипариса, лаванды, герани, лимона и мяты, то вы получите очень действенную смесь, как раз-таки дающую легкость ногам, снимающую усталость, отеки и прекрасную профилактику варикозу. Сегодня мы, конечно же, только вскоре коснулись темы ароматерапии и использования эфирных масел во время беременности и родов. Более подробная информация есть на нашем курсе. Смотрите, пожалуйста, ссылку в этом видео. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на наш канал, поставить лайк. А с вами была ароматерапевт Елена Косачева. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok